Добро пожаловать на Варп Маяк! Спасибо всем, кто поддержал производство этого выпуска, а также всем, кто смотрит видео в день релиза, ставит лайки и пишет комментарии. Поблагодарить за ролики, а также поддержать их производство, можно по ссылке на экране. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь миром правят мощные моторы, смертоносное оружие, безумные войны дорог и гениальные механики, создающие машины разрушения. Добро пожаловать в новый мир! Мир смерти, жестокости и постоянной борьбы за жизнь. Вы находитесь здесь. Вы не помните своего имени и вам страшно? Ничего, это пройдет. Со временем вы вспомните все. Как добывать солоноватую воду из серых песков, как собирать и чистить оружие, как строить из того, что осталось на ржавых свалках прошлого. Боевые машины, с помощью которых можно отвоевать себе хотя бы день будущего. Вы вспомните, как убивать и выживать здесь. Но пока не двигайтесь. Пинтовка направлена вам в грудь, и я не стану рисковать, как вы бы не просили и не плакали. Пока что просто послушайте. 2027 год, декабрь. Год и месяц, когда волны Красаута многократно обогнули планету, швырнув миллиарды жизней в черноту небытия. Следом за ними десятки механизмов мертвой руки пробудили от многолетнего ожидания стаи ракет, что взмыли из тьмы пусковых шахт в стратосферу и рухнули вниз в ярости ядерного пламени, испепелившего уже мертвой столицы и поднявшего в небеса черными облаками землю, камень и частицы мертвых тел. Это запоздалая месть из прошлого, хоть и уничтожил этот мир, но сделало так, что история той, прежней человеческой цивилизации, была пресечена. Так началась новейшая история. История опустевших земель и искалеченных судеб. Теперь наша жизнь — постоянное сражение за каждый новый день, каждый глоток воды, каждую коробку патронов и каждую ржавую деталь боевой машины, благодаря которой этот день и становится последним. И дни эти драгоценны. А потому самое время активно погрузиться во вселенную Кроссалт. И это можно сделать совершенно бесплатно. Всё просто. Прояви фантазию, собери уникальную боевую машину и вперёд на пустоши. Тебя ожидает мир непрекращающейся битвы, в которой можно сражаться совместно или против других игроков. Принимать участие в событиях и клановых боях, торговать деталями и побеждать огромных боссов-левиафанов, созданных на минуточку живыми людьми. Здесь даже физика на службе войны. Зная себя, отстреливая врагов деталей и пушки, лишая их мощи и подвижности. Перед тобой огромный выбор фракций, карт, режимов игры, технологий, элементов кастомизации. А кроме того, можно прокачивать боевой пропуск и открывать ещё больше наград. Всё это разнообразие постоянно развивается. И оно на расстоянии одного клика мышкой. Качай Красаут бесплатно по ссылке в описании. И забирай крутые бонусы, с которыми тебе будет ещё проще побеждать. Когда село последнее облако атомного взрыва, когда последнее цунами отступило, унося вместе с пеной в океан обломки побережных поселений, когда капли радиоактивного дождя простучали по горячим стекловидным склонам воронок, на месте которых ещё недавно устремлялись в небо человеческие города, тогда наступила тишина. Цивилизация людей отошла ко праху, став прахом. И на могиле её воцарилась ожидающая смерть. Терпение смерти бесконечно, но её сестра и соперница превышает её в упорстве и, взирая на цену, всегда одерживает победу над тенью в чёрном. Преодолевая страх и отчаяние, перемалывая слабость и боль, жизнь взламывает стеклянистые поля атомных бомбардировок корнями растений, жизнь покоряет песчаные пустоши лапами зверей, чьи глаза светятся диким огнём, и небеса крыльями птиц, чьи крики — вызов на битву. Но самое страшное, самое яростное лицо жизни — человеческое. Дыша безумием, они выбирались на свет из мрачных нор шахтных выработок, каменных мешков уцелевших бомбоубежищ, стальных клеток далёких тюрем, чёрных и сырых туннелей подземки. Они шли из земель, где радиоактивные облака светятся синим по ночам, лесов, где насыщенные изотопами дожди превращают столетнюю древесную плоть в труху, а траву — зазубренную сталь. Их рассыпающиеся плоты и убогие судёнышки пересекали обмелевшие моря, чтобы причалить здесь, в землях, где смерть собрала свою жатву не до конца. Словно рой саранчи, дышащий жаждой и яростью, люди пришли, и на истерзанной земле разверся ад. Их зовут Бешеными. Вы вздрогнули. Вам знакомо это имя. Но есть кое-что, что вам тоже следует знать. Слушайте же. Чтобы понимать текущее и предугадывать будущее, нужно для начала знать прошлое. Вернёмся немного назад, в 1947 год, 20 февраля США. На покрытых кустарниками пустошах развернут план Вуаль, комплекс мероприятий, направленный на сокрытие следов. Следов чего? Многочисленные очевидцы сами не знают. А после визитов аккуратно одетых государственных служащих, неуверенные даже в том, что они очевидцы. Что-то упало с небес? Да, ерунда. Они не будут об этом болтать. В тот самый момент, когда последняя фермерская дверь закрывается за последним человеком в аккуратном деловом костюме, и так далеко от этого места несколько людей в военной форме молчат. Молчат не потому, что говорить нельзя, говорить нужно. Нужно облечь в слова то, что они видят, но слов у них нет. И разговор начинает один из тех, на кого они смотрят. «Мы пришли с миром», говорит он. И голос его странно звучит, отражаясь эхом от бетонных стен командного каземата. Наше имя – Ньери. Когда-то ближайшей частью вселенной провели те, кого сейчас зовут хранителями. Чего они хотели? По словам Ньери, они хотели жить. Жить долго. Дольше любых рас, миров и даже звездных систем. И для достижения этой цели хранителям пришлось отказаться от своей биологической целостности. Ибо всякая биологическая раса возникает, развивается и умирает. Отказаться, но не умереть. Вы видели когда-нибудь, как прививают деревни? По стволе молодой посадки делают надрез и вставляют в него тонкую, срезанную под клин ветвь от старого породистого дерева. Потом разрез закрывают и дают чужой ветве прижиться. Когда же она освоится на молодом стволе и пойдет в рост, дикие ветви молодого дерева обрезают. Сотни тысяч лет назад хранители сделали срез на генетическом древе древних земных гоминидов, ведя часть своей ДНК в клетки существ, которых никто из нас не назвал бы сейчас людьми. Одновременно с этим хранители приложили все усилия, чтобы популяция привитых гоминидов оказалась единственной выжившей в генетической гонке. Так что мы результат древнего геноцида. Добрая новость, не правда ли? Юные расы должны были развиваться до момента, когда их можно будет пробудить, зачеркнув навсегда их прежнюю историю и превратив в новую цивилизацию хранителей. Но этот момент был упущен. Десятки тысяч лет назад, когда человечество еще только приближалось к неолиту, хранители внезапно пропали. Мы не хранители, голос Ньери отражался от бетона стен, раскатываясь скрипучим эхом по командному залу. И теперь у них были не только слушатели. Кто же вы? Мы были друзьями и слугами хранителей и хотим быть друзьями вам. Почему? Мы хотим вместе с вами достигнуть того бессмертия, что было у них. Беседа с Ньери первая и последняя, о чем мы знаем достоверно. Далее водоистории темнеют и немногочисленные факты мелькают среди мутного потока домыслов, словно обломки сухих ветвей. 1947 год прошел. Память о падении с небес превратилась в слухи, что стало сказкой. Пришел год 1969. Человечество высадилось на Луне, а спустя два месяца после возвращения астронавтов была создана корпорация ВАДРКВАРН. Целью ее было исследование внеземных технологий, а главной задачей достижение бессмертия. Но непосредством активации ДНК-хранителя, а путем оцифровки человеческого сознания и переноса его на иной носитель, этот проект получил имя Оракул. 2011 год. Ближний Восток. Еще один сбитый корабль Ньери. Обшивка пробита и тело корабля разодрано на части. За сбитый корабль был тяжелый и кровавый бой, и только часть его металлической плоти попала в АдрКВАРН. Остальное ушло на Черные рынки, где почти полностью скуплена азиатская корпорация Синта. Запомните это название, как и запомните то, что корабль был сбит после рассказа пленных Ньери. Тех самых, что говорили в подземном правительственном бункере в 47-м. Рассказа о находящейся у него на борту установке пробуждения. Рассказа, в котором было упомянуто, что запуск этой установки сейчас, спустя десятки тысяч лет, убьет почти любого, кто не будет должным образом защищен. Нам остался последний шаг. Шаг за край бездны. Чтобы его сделать, ВадрКВАРН сосредоточил в своих руках большую часть технологий из кораблей Ньери и 47-го из 2011-го, а также самих Ньери, или как минимум доступ к ним. Но самое главное, они имели знание о том, что установка пробуждения убивает. Между 2011-м и пылающим 2027-м пролегли 16 лет, что творилось за закрытыми дверями корпорации. Какие войны бушевали в верхних эшелонах менеджмента? Не знаю. Единственное, в чем можно быть полностью уверенным, это то, что заводы ВадрКВАРН работали все эти годы, не прекращая деятельности ни на день. После красаута в опаленном мире осталось множество складов, заполненных средствами защиты от смерти, что уничтожило мир. Было ли производство этих средств, как и их недоступность широкому кругу лиц, трагической случайности? Не знаю. Решайте сами. В итоге зов пробуждения несколько раз обогнул мир и уничтожил человечество, а механизмы мертвой руки только кремировали его труп. Что? Вам не нравится цвет моих зрачков? Придется смириться. Ваш мне тоже не нравится. Когда красаут пронзил ткань мира, бесконечное количество человеческих клеток, услышав его зов, задрожали и взорвались, рассыпаясь на обрывки спирали ДНК. Кому-то повезло. Разрушение захватило высшую нервную систему и сознание счастливчиков просто погасло, как огонь свечи. Кто-то, рожденный подменей счастливой звездой, познал все муки распада зажива, когда пораженные органы отказывают один за другим, посылая в мозг бесконечные волны боли, но были и третьи, те, кто выжил, те, с чьей ДНК красаут сотворил чудо. Вы смотрите, как мои зрачки отливают зеленым и синим, когда я в гневе, да? Ваши сейчас светятся желто-коричневым, а значит, вам страшно. изменения в большинстве своем были незначительны. Новый цвет глаз, странные оттенки кожи, но это было не все. Вместе с ними пришли новые знания, новые мысли, новые желания и новые судьбы. Но, как и все дары красаута, они были жестокими. Во что превращается человек, генные цепи которого пробудились к какому-то иному существованию? Кем или чем он становится? Одни стали монстрами. Красаут ужасающе изменил ткани их тел, их мысли и душу, сделав изгнанниками. Вторые стали гениями с невиданными ранее возможностями. Например, чувствовать механизмы, физику и электронику, как мы чувствуем свои руки, ноги и кончики пальцев. Они творят такое, что никто не видел до и не увидит после. Их зовут гаджетерами. Третьи же могут изменять реальность, творить огонь их, сотрясать скалы, вздымать в воздух почву рядом с собой. Их зовут колдунами или мистиками. Правда, вживую подобного никто не видел, зато огнепоклонники любят наводить страх этими историями. Но каковы бы ни были изменения, несущие их платят за эту великую цену. Одни теряют память и личность, тела других сжигают стремительные мутации. Жизнь их либо яркая и пылающая, словно падающая звезда на летнем небосводе, либо темная и исполнена болей и горечи. В самых глубоких радиоактивных дебрях вы можете встретить существо, скрывающее свое тело под странными одеждами и никогда не снимающее защитную маску. Если вы заговорите с ним и услышите членораздельную речь в ответ, то узнаете, что он не помнит своего имени, как не кто они эти беспамятные? Не знаю. Но оставим их. Нам пора вернуться к бешеным. Вернуться к войне. Что нужно для того, чтобы начался конфликт? Немного. Всего лишь два слова «мы» и «они». Замените «мы» на поселенца, а «они» на бешеные. Или наоборот, если хотите, и схватка закипит. Но сама по себе схватка всего лишь рядовая трагедия, одна из многих. Возможно, когда-то едва слышно хрустнут кости под колесами собранного из ржавого металла воплощения смерти, которые здесь, на равнинах, называют машинами. Но внутри никто не услышит этого за рокотом двигателя, и старая смерть канет в лету еще одной позабытой кровавой каплей. Но есть путь, который превращает рядовую схватку в многолетнюю войну, самый бескомпромиссный геноцид. Всего-то и нужно из тех двух слов, что создают схватки, выбросить одно, оставив только мы. Мы никого нет больше. Мы и все вокруг принадлежит нам. Мы и все прочие недостойны жить. Бешеные не искали смысла в словах, просто вышедшие из ада принесли его с собой. Словно ржавая стальная саранча, собранные из металлолома машины рейдеров, прошлись по полумертвым землям, пожирая и уничтожая все и вся, что встречалось у них на пути, оставляя за собой только пламя, кровь и немногочисленных уцелевших. Уцелевших, у которых не оставалось ничего, кроме ярости и мести. Когда жадская саранча прошлась огнем сквозь их земли и жизни, тонкие нити нравственного закона, сшивавшего остатки человечества воедино, распались окончательно. Зверство и жестокость, словно пылающий яд, проникли в сознание выживших, давая им силы противостоять ржавой смерти. Что будет, если отнять у нас самые драгоценные? Ни деньги, ни ценности и здоровье. Самое драгоценное. То, что делает жизнь осмысленной. Безымянный рейдер бешеных не думал об этом, убивая одну из женщин очередного селения. Кто помнит лица жертв? Бешеный забыл о ней раньше, чем ее сердце сделало последний удар, а вскоре банда покинула вырезанное поселение. Сколько прошло времени, после того, как рев моторов банды расставил за горизонтом? Я не знаю. Знаю только то, что тот, кто пришел на место смерти, не чувствовал хода времени. Упав на колени у тела жены, он замер. Молчал ли он или плакал? Но когда он встал и покинул место смерти с телом любимой на руках, вместе с ним шел весь истерзанный человеческий мир. Эх, Вадеркварн, Вадеркварн. Твои осколки встречаются везде. Один из них носит имя Грюндюнг ГМБХ. Многопрофильный заводской комплекс, способный производить почти все, от двигателей до высокоточного оружия, и защищенные лучше любой крепости. Но любая защита еще не гарантия бессмертия. Рано или поздно смерть проникает сквозь любые стены, забирая свое. Работники, а ныне поселенцы комплекса, в бесконечных боях с ордами бешеных один за одним уходили во тьму, оставляя выжившим все более тяжелое и страшное будущее. Неизбежный финал, которого был ясен всем. Грюндюнг ГМБХ был обречен, и ничто не могло отменить этого факта. Ее звали Эва Линхольм, сильная женщина, сотворенная из стали воли и любви, что вмиг могла стать пылающей ненавистью ко всем, кто не входил в ее обреченную семью. Он же отказался от личного имени после смерти любимой, приняв прозвище Наставник. Наставник и Эва, двое, создавшие новый политический союз, выкованный из любви и ненависти. Союз, выживший в аду, принесенным бешеными полумертвые пустоши, и обративший этот ад против самих бешеных. Что будет с человеком, у которого забрали самое драгоценное? То, что придает смысл его жизни. В сердце этого человека, в его душе, отворяется рваная рана, за которой бездна, наполненная ненавистью. Он начинает дышать этой ненавистью, жить ей, и горе тому, кто встанет у него на пути. Наставник и Эва Линхольм не были любовниками, нет, их объединяло иное. Ненависть к тем, кто уничтожил их семьи и любовь к тем, кто еще остался жив. Если бы и любви, и ненависти не было в том и другом, союз вряд ли состоялся. Эва всегда была воплощением того и другого, а наставник... Наставник пылал ненавистью к тем, кто убил его жену, но помимо памяти о безжизненном теле любимой на руках, у него была дочь. Маленькая девочка, в которой сосредоточился весь его мир. Маленькая девочка по имени Айви Гоу. Любовь и ненависть. Эти двое выковали из нее новую реальность. Они подняли знамя ненависти во имя любви. Ненависти ко всем, кто стоял против них. Против бешеных, мутантов, искалеченных красалтом людей. Против любого, кто претендовал на жизненное пространство, необходимое дорогим им людям. И под это знамя встали сотни, а затем и тысячи тех, кто потерял все. Тех, кому уже нечего было терять. Имя этой армии отчаявшихся механики. Производственные мощности Грюндинг, ГМБХ, научные и технические ресурсы дали армии механиков невиданные ранее свойства. Материальную обеспеченность, организованность, сплоченность и одновременно отчаянность. На полумертвых землях появился новый монстр, пылающий гневом стальной хищник, алчащий крови бешеных, но не брезгующий ничьей другой. Стальной хищник, воюющий против всех. Когда отряды механиков хлынули в пустоши, неся уничтожение всем, кто был против них, истерзанные земли вновь запылали, и пламя это было куда яростней атомного. Армия механиков поставила пустоши перед простым выбором покорись или умри. Однако оставшиеся в живых выбрали третий путь, путь охоты на монстры. Ярости механиков удалось сотворить то, что никому до этого не было под силу, объединить разрозненные поселения перед лицом уничтожения. Смертельные враги, изверги их вчерашние жертвы, отшельники, десятилетиями скрывающиеся в самых далеких радиоактивных окраинах пустошей, остатки армий прежнего мира, хранивших нейтралитет за линиями обороны далеких военных баз, и даже осколки корпорации Вадар-Квар, не вошедшие в союз с механиками. Всем им пришлось стать лицом к лицу перед одним общим страхом. Они не вошли в единый формальный союз или коалицию, нет, но все они обратили оружие в одну сторону. А когда не осталось тех, кто мог бы остаться в стороне, начался неизбежный процесс. Процесс обновления прежних и построения новых союзов. До волны смерти, разделившей человеческий мир на живых и мертвых, они были кадровыми военными, орудием нападения и защиты на службе у тогда еще живых государств последним доводом политики. Когда же пламя красаута прокатилась по генным цепям человечества, рассыпая в прах податливые цепочки ДНК, они оказались предоставленными сами себе. Воплотив привычную тактику, они взяли под контроль ключевые области близ своих военных бас и погрузились в бесконечный процесс кровавого выживания. Когда поступь стального левиафана армии механиков сотрясла пустоши, эта дрожь не осталась неуслышанной. И когда пылающее пламя ненависти докатилось до границы их земель, его встретили уже неразрозненные отряды недавних противников. Механика встретила пусть не столь же многочисленная, но гораздо лучше организованная, тренированная и сплоченная сила. Братство армий бывшей Восточной Европы. И поверьте мне, они не были настроены миролюбиво. Огонь и страх были их спутниками, их оружием, их смыслом жизни. Именно пламя и страх они принесли в пустоши, и именно за это их прозвали Бешеными. Огонь и страх хорошие слуги, но плохие хозяева. И горе тому, кто теряет над ними контроль, и смерть тому, кто никогда не имел этого контроля. Когда механики вышли на тропу войны против тех, кто отнял у них все, огонь и страх обратились к Бешеными. И орды рейдеров дрогнули. Да, самый отважный, жестокий и безумный, конечно, вступили в бой. Вступили и были уничтожены. Те же, кто оказались пугливее, осмотрительнее и просто умнее, отступили. Преследуемые по пятам, огнем и смертью, как их жертвы до этого. Огонь и страх гнали их до тех пор, пока в головы даже самых диких не пробралась простая мысль. Необходим союз. Союз Бешеных. Тех самых Бешеных, что не признавали никакой власти и знать не желали никаких законов. И этот союз возник. Каганат. Союз племен Бешеных. Союз, построенный на страхе огня, ибо ничто другое они не могли принять. Сердцем этого союза стала не любовь, ненависть или расчет. Сердцем его стала религия, культ огнепоклонников, жестоких мистиков и ужасающих чудотворцев. Изменения, произошедшие с разрозненными воинскими подразделениями Востока и буйными бандами Бешеных, не были уникальны. Еще одной стороной сплотившейся перед угрозой механиков стали жертвы красавта, вечные сгои и отшельники, таившиеся в радиоактивной глуши. Когда смерть заглянула и туда, поставив перед каждым, скрывающим свое лицо простой выбор, объединиться или умереть, большая часть выбрала первое. Они сплотились вокруг Улиса, теперь ставшего своего рода ядром новой политической фракции пылающего мира, возможно временной. И как и почти любое наследие красавты, эта фракция сыграла в жизни пустышей роль, которую никто не ожидал. Когда механики и братства столкнулись волнами стали, крови и свинца, история опаленного мира замедлила ход. Когда же к армиям, рвущим друг друга в клочья, как стальные левиафаны присоединились вчерашние враги всего и вся войска бешеных, отныне носящие имя Каганата, история замерла в хрупком и неустойчивом равновесии. Достаточно было падения птичьего пера на чаши весов, чтобы отныне и навсегда определить судьбу мира. Никто не готов был стать этим пером. Все, кто только мог, уже выступили на битву с пылающим ненавистью войском механиков. Весы истории уже дрожали от наполняющих их чаши стали, свинца и крови, но никак не могли покинуть точки равновесия. Однако ничто в мире не длится вечно, история войны в том числе. Ход войны переломили странные машины, появившиеся из самых дальних, дрожащих радиоактивными миражами областей пустоши. За их рулевыми консолями были люди, чьи лица закрывали глухие маски, а голоса уже не были похожи на человеческие. Войска скитальцев появились из ниоткуда и нанесли решающий удар по изнемогающим отрядам механиков. Весы событий дрогнули, извиня, пали на серые пески пустоши, разбрызгивая кровь стали остывающий свинец. История сделала очередной поворот. Вспомним о тех, кто стоял у истоков Красалта. Ньери и Вадар Кварн. Во-первых, ничего не слышно. Вторые же разорваны на части, разбросанные по всему оставшемуся миру. И части эти очень разные. Грюндюнг ГМБХ, опорная база механиков, входила когда-то в Вадар Кварн. Целый рой выживших исследовательских комплексов, противостоящих механикам сейчас тоже. Заброшенные заводы, запечатанные склады, разграбленные лаборатории, все это Вадар Кварн, но не весь Вадар Кварн. Есть еще целый ряд мест и комплексов, целей, суть которых неизвестны, а воздействия пугающие и смертельно. Оракул. Я называл это имя, когда говорил о 69-м. Это имя главного проекта Вадар Кварн. Проекта по оцифровке и переносу человеческого сознания на электронный носитель. Проекта создания цифрового бессмертия. А еще проекта по созданию новой формы жизни. Хранители творили бессмертие, Ньери стремились к бессмертию. Вадар Кварн тоже жаждал бессмертия, но путь, который он выбрал, можно назвать скорее извращением первоначальной идеи, чем ее развитие. Если хранители хотели встроить свою расу великий круговорот межзвездной эволюции, то Вадар Кварн хотел выйти из этого круговорота. Фактически Вадар Кварн желал уничтожить человечество, чтобы создать новое цифровое. Не из-за этого ли произошел красава? Приближаясь к нему, человек ощущал сначала тревожность, затем стремительно ухудшающееся самочувствие, перебои сердцебиения, дикие головные боли если он приближался слишком близко, поступала смерть. Но главным было то, что смертоносный могильник блокировал доступ к обширной незаселенной области, названной впоследствии долиной. Долгое, очень долгое время никто из самых отчаянных, самых безумных не мог дойти до могильника и выяснить, как остановить его дыхание смерти. Но долго это меньше, чем никогда. В конце концов нашелся тот, кто смог добраться до могильника живым, войти в его сердце и остановить его ход. Этого героя звали Улис, негласный глава скитальцев, один из запаленных красаутов. Красаут, извинишь, в наших клетках объединяй всех, кто пережил твой удар. Скитальцы, твои жертвы и твои дети. Одинокие изгои, у которых однако есть друзья. Их зовут детьми рассвет, и они плоть от плоти в адр кварн. Ученые, что творили смерть и защиту от смерти. Исследователи наследия Ньери, влюбленные в науку фанатики. Творцы красаута. Они стали лучшими друзьями его жертв, и в этом есть одна смертельно ироничная черта. Именно из рядов детей рассвета выходит большинство гаджетеров. Тех самых, что творят непостижимые механизмы, разменивая на это остатки своей человечности. Однако помимо смерти есть еще кое-кто объединяющий нас. Орден упавшей звезды, полумифические летописцы, исследователи, тихо скользящие по пустошам словно утренние тени, но взрывающиеся огнем и сталью, если попытаться остановить их силы. История красаута, запечатленная в словах, память о прошлом, запечатленная в странных артефактах, и знания о настоящем, заключенные в бесконечных полевых рапортах искателей. Все это они. Если вы хотите скрыть что-то от других, забудьте. Не важно, видите ли вы искателей. Важно, что они вас видят. Одними из тех, кого никогда не покидает их пристальное внимание, являются, конечно же, механики. Вернее, то, что от них осталось. После поражения наставник и преданные ему люди оставили армию, скрывшись в пустошах. Эва Линнхольм со своей семьей покинула Грюндюнг ГМБХ, тоже растворившись в серых пространствах. Остатки разорванной в клочья армии возглавила дочь наставника. Помните маленькую девочку, которая давала своему обезумевшему от горя отцу цели и силы сражаться? А, ту самую маленькую девочку по имени Айвиго. теперь она молодая женщина, под внешней суровостью которой скрывается бесконечная доброта, которая, впрочем, не мешает ей до последней капли крови отстаивать тех, кто находится под ее защитой. Если вы появитесь в долине, то первое, что встретите, будет предложение помощи от имени новых механиков и их главы Айвиго. Не пренебрегайте им. Но в нашей истории есть не только механики. Помимо перечисленных мной, много лиц можно встретить, передвигаясь по остывающим от пламени войны пустошам. Мусорщиков, нехтов, воронов. Но сейчас речь пойдет не о них. Открытие долины изменило не только географию торговых и военных путей, оно изменило саму суть народов, выживших в кровавом аду войны. Понимаете, долины это не просто новые территории. Это оставшаяся почти не тронутая часть прежнего мира. Часть обветшавшая, прожившая от ржавчины, но все же часть. Старые заводы и склады, города и дороги, пусть и немного обнажившие за прошедшие десятилетия стальные арматурные нервы стены и заросших хайвеев. Истинный инженерный клондайк для тех, кто готов погрузиться в эти богатства. Но это не все. Главной ценностью долины является наличие плодородных земель, столь редких на просторах пустоши и за ее пределами. Редких и весьма скудных. Понимаете, долины это ключ к выживанию человечества. Какого бы цвета не были наши с вами глаза, как бы мы не кутали наши лица в плотную ткань, мы люди. По-прежнему люди. И потому мы устремляемся в долину, чтобы жить и давать новую жизнь тем, кто придет следом за нами. В этой вечной борьбе наши земли дрожат под ревом моторов, и пыль дорог вздымается, обозначая перемещение отрядов, хранящих хрупкое равновесие наших границ. Однако, кроме линий, что прочерчены нами на картах пустоши, есть границы, которые прочерчены по нашим разумам и душам. Война окончилась, и смерти наших братьев, сестер, детей и друзей раскаленными обелисками светятся в памяти. Но натура наша не изменилась. Во все те же. Пусть механики разделились, и Айвего прикладывает титанические усилия, чтобы само их имя перестало обозначать ненависть и геноцид, тени наставника Эвы Линхольм по-прежнему где-то здесь, и их ярость таится в серых снах пустошей. Пусть Ханы объединил большинство бешеных, починив их жестокие таинственные религиозные идеи, отрицающие его власть отряды рейдеров по-прежнему, словно кровавые призраки смерти, пылят по дорогам. Братство, мусорщики, вороны, дети рассвета, исследователи ордена упавшей звезды, все мы по-прежнему здесь, и наши споры по-прежнему жаркие, а порой кровавые. Мы суть пустошей, мы их дух, плоть и кровь, мы их воля. Наш мир еще хранит ожоги войны, но спокойствие нам чуждо. Мы постоянно сражаемся в локальных конфликтах, но это не единственное, что пробует нас на прочность. Долина, наш Грааль и наша надежда таит в себе множество тайн, связанных с Вадр Кварн. И тайны эти жестокие и смертоносные. Группа опустошителей, машин, за рулем которых нет никого живого, но подчиняющихся единому нечеловеческому разуму, тому яркий пример. Оракул ли это или иные порождения рассыпавшейся на куски корпорации? Кто ведет с нами бои, возможно обещая новую глобальную войну? Я не знаю. Есть и другие угрозы. Например, неоновый дракон, наследники корпорации Синта, что скупило все незахваченные в Адр Кварн технологии Ньери, извлеченные из потрохов сбитого в 2011 корабля. Недавно дракон пришел в долину и потеснил нас. И как подсказывает мне сердце, это не последние жестокие гости в нашем доме. Ну что ж, пора заканчивать. Вам страшно? Смотрите, я опускаю винтовку и точка лазерного прицела смотрит пыль у ваших ног. Вы можете идти, я сказал вам все, что нужно. Вы все еще не помните кто вы? Это нормально и не стоит слез, хотя бы потому, что слезы и жалобы здесь ничего не стоит. Тень смерти по-прежнему лежит на остатках человечества и пламя красавта по-прежнему пылает в наших клетках. идите идите и помните что однажды мы можем вновь встретиться как друзья или враги смотрящие друг на друга через стол переговоров или броневые решетки боевых машин. Идите парпост механиков ждет вас немного дальше по дороге. Идите и помните что отныне вы воин пустошей. Вы один из нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА